Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Спортивное лето в Самаре стартовало с большого футбольного праздника. На самой большой площади Европы, площади Куйбышева. Десять дней любители английской игры будут сражаться за призы фестиваля «Футбол в центре Самары». На поле выйдут 40 команд, 8 детских и столько же женских. А 24 мужские сыграют в майках страны-участницы предстоящего этим летом чемпионата Европы. Самарский турнир носит символическое название – Кубок болельщиков Евро-2016. Приятно, что народ приходит на такие турниры, делают для нас такие турниры. Я люблю футбол, просто мне нравится футбол. И друзья, мы решили заявиться поиграть. Своё удовольствие. Те, кто не попал в футбольные команды, смогут проявить талант игрока или болельщика в индивидуальных соревнованиях. Конкурс пенальти и кричалок, лучший набивун и фристайлер. Чемпион по настольному и виртуальному футболу. Без призов, символикой чемпионата мира 2018, никто не останется. Обещают организаторы фестиваля «Футбол в центре Самары». Самара – футбольный город. Мы должны популяризировать этот вид спорта, потому что этот вид спорта очень объемный. И болельщиков, и людей, которые занимаются, с каждым годом становится все больше и больше. У нас в 2018 году предстоит принять мундиаль. Это историческое событие для нашего города, для нашей страны. Победители и призеры Самарского фестиваля определятся 10 июня, когда стартует чемпионат Европы по большому футболу. Во Франции сборная России сыграет отборочные матчи в группе «Б» с командами Англии, Уэльса и Словакии. Всего за чемпионский титул сразятся 24 национальные сборные. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.